Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 7 июня 2017 года среда, по одному из старинных 17 дней месяцев ветров 7525 лета понедельник. Начинаем живой эфир, посвященный теме «Деньги в жизни женщины». Так что, женщины, приготовьтесь записывать, а мужички, приготовьтесь подслушивать, потому что надо прекрасно знать, каким это образом в жизни женщины деньги появляются и как они влияют на эту самую жизнь. Ну, а расскажут нам об этом Юлия Ковалёва. Здравия тебе, Юля! Добрый вечер! И Анна Кчурина. Здравия тебе, Анна! Здравия! Девчонки, ну что, в очередной раз будете нас поражать какими-то своими изысканиями, наработками, так чувствую, да? Да! Своими напрожитыми вещами! Ну да, поделимся своей жизнью, своим жизненным опытом. Ну что ж, ладно, не буду вас отвлекать от полезного занятия. Давайте, начинайте, делитесь. А я в сторонке постою, понаблюдаю за вами. Ну тогда ещё раз всем добрый вечер. Мы действительно сегодня с Анной, наверное, будем по большей части делиться своими какими-то знаниями, ну и, конечно, теми вещами, которые приняты в психологии, которые нам близки. И Алексей сказал, что сегодня информация для женщин, но, наверное, всё-таки тема денег, она такая общечеловеческая. И мы будем, наверное, говорить и для женщин, и для мужчин. И информация будет интересна, надеемся, для и мужчин, и женщин, ещё раз повторюсь. И, наверное, сегодня, немножко в отличие от предыдущих наших выходов в эфир, мы готовы работать в таком диалоге, слушать те вопросы, какие-то откликаться на те моменты, которые будут интересны слушателям, слушательницам, для того, чтобы выстроить беседу в соответствии, в такой вот обратной связи находиться. Да, потому что тема денег, она очень обширная. Действительно, это тема, которая важна и интересна как мужчинам и женщинам. И здесь есть некая взаимосвязь, которая существует в партнёрстве, в семьях. О ней мы тоже немножечко позже скажем. И сделаем несколько таких, ну каких-то фундаментальных, может быть, каких-то основ, на которые опираемся в своей жизни, которые опираемся в работе с людьми. И когда предлагаем людям это прорабатывать и работать с этими вещами, то видим результат. Но больше акцента точно готовы сделать сегодня на вопросы, для того, чтобы опираться всё-таки на какую сферу в теме денег вам будет интересно. Наверное. Или то, что из того, что мы будем рассказывать, что больше всего будет откликаться, затрагивать, в чём будет хотеться, чтобы мы более подробно рассказали. Почему вообще тема денег для нас актуальна? Просто по нашему мнению, это действительно часть такая неотъемлемая жизни нашей и жизни каждого человека. Мы в прошлый раз рассказывали о колесе баланса в жизни женщины. И вот финансовая часть, она тоже занимает очень важный момент, важный аспект в жизни женской в том числе. И сегодня по наблюдениям, по нашим наблюдениям, очень много таких, наверное, перекосов существует в отношении к этой теме. Либо деньги, ну как бы в них очень сильно устремляются и заменяют деньгами свои желания, свои эмоции, свои цели. Либо наоборот, скорее вот деньги так обесценивают, если можно сказать, и пытаются исключить, наверное, в какой-то степени из своей жизни. Или смиряются с тем положением, которое есть, и людям кажется, что вот из этого состояния никогда нельзя справиться. Вот как есть, так есть. И часто делают выбор. Если женщины часто выбирают и ставят перед собой вообще такой какой-то выбор, у них появляется, что выбрать? Наверное, надо быть дома, не зарабатывать, и муж должен всё зарабатывать, приносить, обеспечивать. Мы хотели бы поставить тут вопрос, а так ли это? Другая категория женщин, которую мы встречаем, которые говорят о том, что нет, надо работать, работать, и уходят в создание бизнесов, работу, и что тоже получается. Вот где же этот баланс? Как всё-таки для женщины было бы важно, экологично? Какие моменты она может соблюдать для того, чтобы заботиться о себе и чтобы этих перекосов не было? Ну и, наверное, начнём с того, в таком моменте вообще о том, какие реализации в жизни женщины существуют в принципе, и где в этих реализациях занимает место именно деньги. Классически выделяем три направления, в которых женщине важна реализация. Это женщина, женщина. Сюда же входят и отношения с мужчинами, с партнёром. Это забота о себе женщины, забота о своей внешности, о своём внутреннем состоянии, своём саморазвитии, своём эмоции. Об ощущении себя женщиной в этом мире и о проявлении себя женщиной в этом мире. Вторая реализация — это женщина-мать. Это наличие семьи, это наличие детей, реализация вообще не только в рождении детей, но, точнее, это в первую очередь реализация женщины в рождении детей и в создании благословения. И третий путь — это женщина-профессиональность. Это именно дело, которое женщине приносит. Это женщина-профессиональность, радость, радость не всегда. Это скорее та сфера её интереса, в которой она хочет развиваться, в которой нацисты стоят в первую очередь. Так, у нас что-то со звуком не очень хорошее пошло, прерывания какие-то. Вы не сдвигались подальше от микрофона? Нет, как сейчас, Алексей. Сейчас вроде получше, а прям клаканье какое-то было. Ну-ка ещё раз, Сань, повтори. У нас тоже, да, было какое-то клаканье фоновое. Сейчас нормально? Сейчас, да. Давайте тогда повторим. Первая — это женщина-женщина реализация, вторая — женщина-мать, и третья — женщина-профессионал. Куда входит и работа, и творческая реализация, хобби. Но здесь это может у женщины совмещаться всё в одном, а иногда это может быть в разделении, но тоже входит в такую реализацию женщины в этом аспекте. Ну, это и работа, и бизнес, и дело, которое у женщины может быть. И скорее для женщины важно не искать вот между этими реализациями, что важнее, что нужнее, что главнее, потому что важно и часть реализации женщины-мать, и часть реализации женщины-женщины, и часть реализации женщины-профессионала и специалиста. Иначе, когда какая-то из этих частей выпадает, то женщина чувствует грусть, тоску, она чувствует свою какую-то несостоятельность, она ищет себя и не всегда понимает, в чём это. И точно не надо противопоставлять. Как раз-таки о том, как женщина этими сферами пользуется, можно видеть, в какую сторону она уходит. Допустим, если женщина очень много начинает уделять внимание работе, зарабатыванию денег, и её мысли становятся про это, то важно задать себе вопрос. Вообще, что у меня происходит в семье? Что я сейчас чувствую, как женщина-мать? Что я сейчас чувствую, как женщина-женщина? Как правило, женщины увидят, что чаще всего они уходят в работу, в тему беспокойства о деньгах, количестве денег, когда у них есть определённое напряжение в двух остальных областях. В своё же время, если женщина полностью уходит в семью, теряет свои интересы, то через некоторое время она открывает тоже для себя некую пустоту и ощущение нереализованности, что ей не хватает. Она сталкивается с другими страхами, страхами зависимости от мужчин, стыдом, что он, допустим, её или чувством вины, которым она может достаточно много времени в нём находиться, что ей надо срочно помогать тогда мужчине, чтобы как-то доказать, что она тоже какой-то вклад в семью вносит. И гармоничное распределение для каждой женщины будет своё, потому что наличие активности и энергии у каждой женщины своё. О том, как она распределит, потому что для какой-то женщины она может работать 3 часа, для какой-то 10 часов, и она чувствует силы, и она умеет уделять внимание и себе, и мужчине, и детям. А какой-то женщине невозможно это сделать. Поэтому здесь каждая женщина уже этот момент управляет это сама. Но точно если присутствует напряжение, злость, раздражение, усталость, то значит в какой-то сфере женщина слишком много отдаёт и мало получает. Это будет показывать на то, что нужно рассмотреть. А на самом деле я живу сейчас и реализую себя так, как я хочу. Или на самом деле я чем-то жертвую или стремлюсь помогать. Вообще движение женщин в большой бизнес, в большие деньги или количество большое для каждого человека своё, но потребность, которая пришла, открыть своё дело, срочно открыть свой бизнес. Вообще это потребность, которая говорит о том, что данная женщина ищет опору, в частности в лице своего отца. Очень многих женщин, которыми там работали, которые стремятся открыть бизнес, в их жизни, в их детской истории, как правило, не хватило отца. И они через это дело пытаются компенсировать эту часть, опираясь на дело, на бизнес, как на отца. Тем самым они ухудшают, наоборот, ситуацию в своей жизни и для бизнеса в том числе. Потому что деньги как раз перестают приходить, и большие пробуксовки происходят, когда это подменяется. Также часто женщины, которые стремятся и уходят в зарабатывание как стремление защитить, спасти себя для того, чтобы какие-то эмоциональные раны залатать за счёт денег, они оказываются, наоборот, в очень такой жёстко-физиологичной реальности. Потому что то, что мы наблюдаем, это то, что очень сильно подкашивается здоровье и гормональный фон. Женщины начинают болеть именно гинекологическими заболеваниями в том числе. И часто то, что наблюдается, это либо отсутствие семьи, либо это разводы, невозможность находиться в партнёрских отношениях с своим супругом, разрушение семьи в том числе. Поэтому важно осознавать и задать себе вопрос, для чего я двигаюсь в бизнес, для чего я двигаюсь в денег. Вообще, сколько денег мне нужно? Это очень важная цифра, потому что деньги, правда, это такая многообъёмная тема, которая скрывает в себе очень много уровней пластов, о которых мы хотим вам рассказать. Мы выделили три ключевых уровня наличия финансовых трудностей, и в этой точке мужчины тоже могут сейчас активно слушать, потому что данные уровни не отличаются у мужчины или у женщины. Они присутствуют и у мужчин, и у женщин, да? Это уровень, наверное, такой самоосознаваемый, это уровень личностный. Это те установки, с которыми мы находимся сейчас, те установки, которые мы у себя можем отследить очень явно. Возможно, какие-то установки, которые чуть-чуть глубже, копнув себя, тоже можно как-то вывести на поверхность. Это самооценка, то есть как мы себя ощущаем, уверенность, неуверенность в каких-то ситуациях. Это те мысли, которые у нас не только на тему денег, а вообще те мысли, с которыми мы живём, существуем, как относимся к тем или иным вещам. Здесь тоже, наверное, чувство стыда, которое, если говорить про тему денег, каких-то, как Аня только что сказала, что очень часто бывает, говоря о деньгах, особенно в партнёрстве, в семье, когда возникают какие-то конфликтные ситуации на тему денег, на самом деле за этим стоит очень-очень много, за этим стоят какие-то непроговорённые эмоции, какие-то ситуации, и далеко не деньги здесь имеют место. И вот это чувство стыда в отношении денег присутствует. Здесь, наверное, формируется вообще самоотношение к деньгам, какие-то установки касаемые денег, богатых людей, как мы относимся к людям, которые зарабатывают больше, которые зарабатывают очень много, страхи, которые у нас возникают, например, страх бедности, страх, что деньги сегодня есть, завтра они уйдут, зависть тоже такое, состояние, которое тоже очень актуально, и тоже, если мы говорим про деньги, оно тоже может возникать, и наверняка каждый с ним так или иначе сталкивался в своей жизни. Вот эти вот все вещи, которые касаются личностного такого уровня, самого явного. То, что, наверное, уже более глубже, если к этому подходить, и к тем проблемам, наверное, которые существуют в отношении денег, ну, потому что если мы говорим про деньги всё-таки, наверное, если их достаточно, если у нас никаких вопросов по этому поводу нет, то всё, скорее всего, устраивает, и каких-то серьёзных проблем в этом отношении не возникает. Если уже этот вопрос поднимается, то что-то беспокоит нас. Так вот, следующие два уровня, они как раз-таки скорее связаны с этим беспокойством, это уровень родителей и уровень рода. Да, это два уровня, которые часто люди именно на уровне личности, наверное, даже наши слушатели очень много пытались работать с самооценкой своей, с уверенностью, с мыслями. Достаточно известное позитивное мышление, аффирмации различные, установки менять с негативных на позитивные, но могли заметить, что ситуация не сильно менялась в их жизни, и немного изменений происходила в финансах. Этим мы подтверждаем тот факт, что не только уровень личности затронут, а есть более глубокие слои. Это наши детско-родительские отношения, это второй уровень, это то, что нам транслировали родители, что они говорили, что они показывали своей жизнью, как нам давали вообще. Вы можете вспомнить, как вам давали первые деньги, с какими посланиями давали их, как вы тратили, как вы видели, как деньги достаются вашим родителям, что вы при этом переживали в детстве. Потому что вот те чувства, которые Юля назвала в уровне личности, стыд, страх, тревога, зависть, обиды, вина очень часто относятся именно к этому уровню, что когда-то в детстве с этим начали сталкиваться. Также часто вы можете, если проанализируете это, то увидите, что в своей жизни вы во многом стали поступать, как и ваши родители, относиться так же, как они. Либо другую крайность часто выбирают дети, это ни в коем случае. То есть если родители экономили и сберегали деньги, то дети их наоборот начинают активно тратить много денег. Также очень важное отношение с родителями. Вы поэтому можете проанализировать, что у вас происходит с деньгами. Если в вашей жизни наличие уважения к матери и принятие матери даёт следующие ресурсы с деньгами. Это проявление любимой работы, своего дела, ощущение своего места, реализация себя как специалиста, женщине или мужчине и вообще приход денежного потока в семью и в жизнь женщины. Если присутствует и в жизни есть уважение к отцу, то тогда данный человек хорошо распределяет деньги, умеет хорошо их накапливать, распределять, управлять денежными потоками. Уже отсюда вы могли бы проанализировать, что у вас происходит с деньгами. Если вам тяжело накапливать, если вам сложно их вообще откладывать, собирать на что-то, то вам важно задуматься о том, какие у вас отношения с вашим отцом, какие чувства у вас к нему и что внутри к нему сдержанное, накопленное у вас осталось. Если вы не знаете, кем стать, если вы ищете себя, если вам сложно найти профессию, если вы долго не удерживаетесь на работах, если часто происходят смены или очень большие сложности в реализации, в профессиональной, в том числе вам приходит какой-то не очень большой поток денежный, и вы постоянно их считаете, как бы вам дожить от зарплаты до зарплаты, то очень часто это уровень ваших отношений с мамой. То, что сдержано между вами, и это не просто уровень отношений, а это ваше проявление в жизни, через деньги жизнь вам показывает, что у вас мало уважения и принятия судьбы и жизни матери. Вот такой родительский уровень. И здесь, конечно, важно уделить этому внимание, вспоминать, что рассказывали, вспомнить все чувства, повспоминать эти обиды, которые есть на родителей, и попробовать двигаться в сторону принятия уважения и благодарности к своим родителям за то, что они вам сделали и дали. И самое ключевое, что они дали, это жизнь, которая у вас есть. И третий уровень, он ещё более сложный. Это уровень рода. Сюда мы включаем не только вас, ваших родителей, кровных братьев, сестёр, но в том числе это дети, которые не родились. Это абортированные дети, это рано умершие дети, это ваши дедушки и бабушки, ваши прабабушки и прадедушки. В принципе, как правило, в работе мы сталкиваемся с пятью уровнями, но даже седьмой, восьмой тоже затрагивается. Вообще, если вы составите своё генеалогическое древо с седьмого до седьмого уровня, хотя бы до пятого, вы будете большие вообще молодцы. И очень многое про то, что у вас в жизни происходит с деньгами, сможете понять. Причём не только с деньгами. Да, и здесь мы затронем немножечко связку, где затрагивается уровень тревог. Деньги равно жизнь-смерть, потому что чаще всего, если вы вспомните свои эмоции, когда у вас нет денег, это приступы паники, приступы страхи, это ужас, это боль, это потери, это страхи, это такое очень негативное состояние. И главное открытие, которое мы с Юлей хотим с вами поделиться, что это те переживания, которые были в роду. И мы, как потомки этих людей, в благодарности, в любовь за то, что мы продолжаем жить и за стремление позаботиться о них через неуспех в своей жизни, через отказ от финансов. Мы проявляем некий долг своим близким в роду. Но на самом деле, чего наши предки не требуют, и им тоже важно уважение, благодарность и память о них. И здесь вы можете записать о том, что если вы, может быть, знаете, вы можете об этом поспрашивать своих близких. Если в вашем роду были раскулачены, были люди, которые пострадали, потеряли из-за денег жизнь, потеряли здоровье, потеряли деньги, имущество, дома. В период кризисов, которые происходили, даже в наше время уже, то, что происходило с вашей семьёй, как терялись деньги, те эмоции, которые там переживались, особенно ключевое, конечно, это война, это период раскулачивания, периоды. Вот эти периоды, они большой отпечаток наложили о том, каким образом мы сейчас используем, вообще в своей жизни реализуем финансовый успех. Мы, как потомки, не разрешаем себе материального благополучия по причине того, что наши предки терпели эти лишения и страдали. И тогда у нас как раз-таки возникает это чувство вины, этот стыд, который, в принципе, в наше время, он непонятен. Почему, когда приходит большая сумма денег, зарплата, не знаю, доход, проект какой-то, человек получает на руки ту долгожданную для него сумму и женщина получает от мужчины или от работодателя или от своего проекта, для чего она и работала, деньги, но вдруг она вместо радости и удовольствия ощущает стыд, вину, страх и присутствует желание сбросить. Вот эти состояния, когда вам хочется быстро деньги куда-нибудь потратить, что-нибудь выложить вам, как-то избавиться. Избавиться, да. Постоянное такое стремление, что вот если есть деньги, и если их какое-то количество превышается, то срочно надо что-то сделать. То есть, как правило, из этого стремления мы скорее знаем, как выжить и знаем, как жить в бедности, и мы знаем, как жить в ограничениях и лишениях. Это хорошо нам известна коллективная память. А вот как жить в удовольствии, как жить в спокойствии, как жить в расслаблении, как жить в… Как жить в благодарности. В благодарности, в изобилии. Да, и без страха, то, что этого может не случиться дальше. Да, мы этого, как правило, не знаем. Это то, что важно, над чем нам работать и что восстанавливать. И вот эти три уровня, они очень важны. И если вы знаете, что ваши родословные такие были ситуации или из того, что мы рассказываем, вам как-то знакомые, то важно, правда, отправляться в родословную и работать с уровнем рода сначала, потом подниматься и работать с уровнем детско-родительских отношений и только потом работать на уровне личности. Иначе вы можете замечать такую ситуацию, что вы, например, как вообще родовой уровень определить, что именно он сейчас влияет на вашу жизненную финансовую ситуацию. Например, вы женщина в декрете, которая… Декрет заканчивается, ребёнок идёт в сад. И вы думаете, что вы сейчас выйдете на работу и денег в семье станет больше. Но вдруг вы обнаруживаете, что несмотря на то, что вы вышли на работу и у вас и у вашего мужа есть зарплата, в семье нехватка денег усилилась. Или вы можете наблюдать то, что с определённой периодичностью, в какой-то промежуток временной или с определённой суммой денег у вас постоянно происходит одна и та же ситуация. Или вы вместе с мужем или вы сами лично не можете пройти порог одной и той же суммы. Ну, то есть вы зарабатываете или получаете в жизни 30-50 тысяч, делаете много, идёте на разные работы, берёте подработки, берёте какие-то ещё, много работаете над этим, но открываете, что итог у вас в конце месяца не плюс, а хронический минус. Вообще ситуация хронического минуса долгов, кредитов и бесконечного придумывания, каким образом, что перекрыть, это один из ключевых и главных указаний на то, что в роду у вас много предков, которые пострадали. И через финансовые проблемы жизнь говорит вам о том, что важно их закрыть и решить. Ну, это такие… Да, вообще вы себе можете задать вопрос о том, а какая ситуация у вас сейчас с деньгами, да? У вас минус, хронический минус. У вас ситуация… Ну, мы так с Юлей это назвали, ситуация ноль. Это когда сумма, в которой денег приходит к вам и то, что вы вкладываете в различные свои жизненные нужды, она приравнивается к нулю и вам не удаётся откладывать. Или у вас ситуация в плюс, но периодичностью у вас что-то с деньгами происходит, и вам не удаётся выйти на большие деньги, вас что-то останавливает. Вот даже один вот этот простой вопрос, вы можете на него ответить для себя, а мы расскажем, как вам действовать. Если вы понимаете, что у вас хронический минус, то вам важно настроиться на то, что в большой плюс и вообще в движение в плюс в жизни вы выйдете только, когда достигнете баланса, то есть ситуации ноль на данный момент. Из нуля только можно выйти уже в ситуацию, когда придёт прирост и будет увеличение дохода. И только уже из ситуации плюс, когда у вас будет доход, можно выходить в расширение потока, в распределение больших денег и вообще работать над тем, чтобы у вас пришло больше денег. Иначе, к сожалению, люди настраиваются наоборот и хотят из хронического минуса выйти в то, чтобы у них резко улучшилась финансовая ситуация и всё поменялось. Такого не будет. Это путь. Это постепенный путь, к которому придётся привыкать. Потому что, привыкнув жить в хронической недостатке финансов, вы уже настолько к этому адаптировались, что когда к вам будут приходить суммы, которых вам хватило перекрыть это и жить в удовольствии, то вы их, как я уже говорила, будете куда-то направлять. Если вы пришли к тому, чтобы у вас стало хватать на всё, что вы хотите и не приходится ни у кого занимать, никаких долгов, это на самом деле уже отличная ситуация. И с неё вы можете дальше уже развиваться в то, чтобы потепенно, потихоньку расширять. Потому что будет интересный момент, когда вы преодолеете, решите многие вопросы из своей родовой системы, из родительской системы, когда вы с уважением, благодарностью будете относиться к родителям, к предкам и получите ресурс, то придёт как раз уровень личности, когда вы будете понимать, что вам люди готовы платить, вас будут звать на работы, ваш муж может стать больше зарабатывать, в семье ситуация улучшится. И вот тут будет интересный момент, что будет очень страшно, тревожно и волнительно. Как это так? Здесь нам важно для вас, как женщины, рассказать о том, что женщине ключевое важно, конечно, работать над тем, чтобы она ощущала себя достойную женщину, чувствовала уважение к себе, любила себя, могла заботиться о себе. И невозможно эти эмоциональные стороны жизни замаскировать деньгами. Очень много женщин, у которых есть деньги, но эти эмоциональные пробоины забирают этот отток, и тогда вы будете вкладывать и стремиться ещё больше, ещё больше, и будет постоянное ощущение голода. А когда вы будете чувствовать удовлетворение, тогда суммы, которые будут приходить, они будут грамотно распределяться, вам будет чувствоваться спокойствие в жизни, и будет просто хотеться жить дальше, развиваться. И тут, наверное, можно так немножко плавно перейти, потому что вот эти вот вещи, которые сейчас Анна рассказывала, по большей части имеют отношение к мужчинам, к женщинам. То есть, наверное, тоже то, с чем сталкиваемся, с такими частными вопросами, вообще, нужно ли женщине зарабатывать деньги, какие пути у женщин существуют, каким образом к ней могут приходить деньги. Здесь, наверное, можно действительно продемонстрировать, например, и мужчины, и женщины. И вот мы выделяем такой путь, такой, наверное, источник прихода денег для мужчин, он единственный. Это через работу, любую работу. Конечно же, замечательно, когда эта работа приносит удовольствие, это дополняет мужчину. Но в любом случае, это вот именно путь зарабатывания этих денег. Здесь женщина, если говорить о путях, которыми приходят деньги к женщине, здесь, наверное, женщина несколько богаче выглядит, потому что у женщины их несколько. Один, он похож тоже на путь мужчины, это работа. Здесь может быть, ну, как работа, может быть, у кого-то по бизнесу, у кого-то, там, может быть, творчество. Там у каких-то женщин обе, которые совпадают с работы. Второй вариант, вернее, второй, наверное, источник, через который женщина тоже получает деньги, это мужчина, это ее муж, ее партнер. Ну, и третий путь, это объединение вот этих вот двух вышеперечисленных, это возможность женщины получать деньги и через своего любимого мужчину, и через свой какой-то любимый, может быть, не любимый, но вариант творчества, бизнеса и так далее. Вот этот вот объединенный вариант, он, наверное, самый, как сказать, то, что идеально, она самая гармоничная для женщины является. Если женщина сумела грамотно присоединить внутри себя вот это вот ощущение и принимать от своего мужчины деньги и давать возможность своей собственной реализации и через свою собственную реализацию принимать деньги в свою жизнь, это вот такой, наверное, действительно наполняющий вариант для женщины. Да, и здесь такое важное слово, которое Юля произносит, это принятие. Да, вы можете себе задать вопрос, сколько денег в свою жизнь вы принимаете. И на самом деле ответ будет тот, сколько денег у вас сейчас в жизни есть. Это на самом деле то настоящее количество денег, которое вы принимаете. А все цифры, которые рождаются в голове, они иллюзорны, либо они пришедшие из каких-то умозаключений и желаний, не на самом деле душевных и комфортных для вас. Потому что та сумма, которую в жизни вы имеете, это и есть та сумма, которую вы считаете, что вы ей достойны. Для мужчины... Вот. И, наверное, еще такой важный момент про партнерство. Мужчины и женщины. Здесь такой момент, что женщины часто хотят жертвовать себя либо в семью, либо жертвовать себя, выходя на работу якобы в помощь, из-за мотивации помогать своим мужчинам. Тем самым, к сожалению, ситуацию в своей семье они ухудшают. В то же самое время, если женщина в отношениях только ради денег, это тоже приводит к ухудшению ситуации, потому что вы получаете деньги, но не присутствует эмоциональная составляющая, и тогда остается тот голод, про который я говорила, что остается какая-то нехватка, и количество денег этот голод не заглушает. И здесь важно еще о чем сказать, что мужчины и женщины, они очень важны друг другу в теме финансов. Не в том, чтобы кто и кому сколько должен давать, о том, как распределяют и как увеличивать финансовый поток в семье. Для мужчины важно, чтобы от женщины было уважение его как мужчину, вера в него, поддержка, признание, вера вообще в него. И мужчине не надо указывать, где ему работать, как ему зарабатывать, сколько приносить денег. Каждый мужчина на своем жизненной ситуации с этим хорошо справляется. Ему достаточно, когда женщина верит, и тогда у мужчины появляются силы, и он хочет что-то делать. Если женщина как раз-таки только требует и с позиции топает ножками, что ты мне все должен и обязан, это ваша ситуация, опять же, вернув папе. Мужчина не обязан все делать для вас и только от того, что вы рядом с ним. В этой точке есть равное правное, правда, уважение друг к другу. Женщине важно от мужчины уважение к ее чувственной стороне, потому что она эмоциональна, потому что она может улыбаться, может грустить, может быть, плакать. И важна именно вот эта часть, о том, чтобы было от мужчины и к женщине это уважение. И, конечно, это уровень качества ваших эмоциональных отношений, любви друг к другу и то, как гармонично выстроена ваша сексуальная жизнь, и тогда деньги, на самом деле, будут находиться на третьем, четвертом месте. Точно не будет ситуации в том, что количество денег будет совпадить в невроз. И вот тоже возвращаясь, о чём мы начинали в самом начале, что конфликтные ситуации, когда возникают в семьях, в парах… И я предлагаю ещё тоже начинать не отдаляться и говорить ровным голосом, чтобы было всех слышно. Хорошо. Да, так повторюсь, что если в конфликтной какие-то ситуации в семье возникают на почве денег, в действительности за этим стоят вещи гораздо более глубокие, те вещи, про которые Анна рассказывала. Это какая-то эмоциональная невыговоренность, неудовлетворённость со стороны женщины или действительно отсутствие у мужчины ощущения поддержки, веры от его женщины, которая с ним рядом. И здесь нужно всегда работать как-то глубже и смотреть глубже на то, что стоит за этими вещами, которые люди для себя определяют как деньги. Там женщина, которая капризничает, начинает требовать от мужчины больше зарабатывать, либо мужчина, который тоже какую-то недовольтворённость проговаривает. Ну, ещё, наверное, такой тоже вопрос, прежде чем к вопросам от слушателей перейти, как-то начинать уже взаимодействовать здесь с теми, кто вместе с нами сейчас находится в эфире. Наверное, можно поговорить о том, как распределяется доход в семье. Очень часто и очень много бывает вопросов по этому поводу. Должен ли только мужчина обеспечивать семью? Если женщина зарабатывает, то тоже каким образом эти деньги распределяются? Отдаёт ли она эти деньги в семью, либо только на себя тратит? То тоже существуют различные варианты. И, наверное, среди этих вариантов можно выбрать такой наиболее гармоничный. Первый вариант — это раздельный тип бюджета, когда у мужчины и женщины существуют свои деньги, и они по тому, как они считают нужным, их расходуют. Как правило, такой тип бюджета выбирают люди, у которых есть свои бизнесы, свои дела, своё дело, которое приносит доход. И если они отличаются друг от друга в финансовом положении и не хотят это распределять друг с другом, то выбирают такой тип. Второй тип — это общий, когда вся сумма, которую зарабатывает и муж, и жена, складываются, в какую-то коробочку, ящичек, кошелёк один. И оттуда все берут на те нужды, которые необходимы. Есть третий тип, это когда он называется частично раздельный или частично общий. Это когда есть деньги и у мужчины, и у женщины, и есть функциональные обязательства друг перед другом, о которых они договариваются, что одну часть заботы берёт на себя мужчина, другую часть на себя берёт женщина. Но наиболее часто, которые наблюдали, это мужчины берут на себя расходы по квартире, коммунальным каким-то услугам, а женщины берут на себя обязанность такую, как обеспечение едой в доме, на общие покупки идёт сложение. То есть здесь есть и у одного и у другого. Здесь есть ограничения и плюсы у каждого из этих бюджетов. Здесь скорее важно тоже и ситуации, которые у вас в жизни. Но наиболее гармоничный это, конечно, подход, когда все заработанные деньги мужем и женой распределяются. То есть есть часть, которую вкладывают и один и другой, есть часть, которая остаётся у одного и другого. И ни один из партнёров не контролирует и не требует подотчётности всех денег друг у друга. Вообще ситуация, когда семья пытается экономить, подсчитывать, не знаю, там, модное ныне бухгалтерия, ведение домашней, там, собирание чеков, подсчёт, это приводит к ухудшению ситуации, к тому, что, да, вы чётко знаете, сколько уходит, но это ограничивает приток денег в жизнь. В этом очень сложно расслабиться. Да, это вызывает много напряжения, напряжения в паре, напряжения в жизни, телесного, эмоционального. Если ввести распределение и куда деньги расходуются и на что необходимы, важно, чтобы это были приблизительные суммы, а не с подотчётностью полностью, потому что там вспоминаются истории, когда женщины вплоть требовали чеки за подарки, цветы, которые мужчина приносил в дом. И, конечно, это печально заканчивалось, потому что, я думаю, мало мужчин, которые захотят после такого женщине вновь делать какой-то сюрприз и радовать. «Тратить». И ещё, наверное, то, что важно, это, чтобы вы понаблюдали в своей жизни, как часто вы произносите слово «тратить». я думаю, что 90% людей, а может, даже 99%, скажут, что, в принципе, всё, что связано с деньгами, они называют «тратить». И мы вам рекомендуем заменить это слово на слово «вкладывать». Если посмотреть даже на такой круговорот, который происходит, когда вы произносите слово «тратить», то вы деньги отталкиваете от себя, говоря о том, что они к вам не придут больше. Это негативная окраска. А когда вы произносите «вкладывать», то тогда это то, что возвращается, вкладывается и то, что остаётся в вас. На это, правда, нужно будет время и внимание, чтобы перестать употреблять эту фразу. Ну, да, ещё хотели предложить такое интересное упражнение, чтобы вы в течение на данный момент минутки 30 секунд вы произнесли, я буду сейчас произносить, вы просто за мной можете записывать, какие ассоциации вам приходят на слово «деньги» и произносить. Хорошо, если вы это в течение трёх минут сделаете с кем-то, с партнёром вашим или с подругами вашими, деньги и какая ассоциация происходит, деньги и какая возникает вновь ассоциация и просто себе произносите деньги, слово записываете, деньги, слово записываете, деньги и так на протяжении одной-трёх минут сделать и потом посчитайте сколько у вас получилось существительных прилагательных и глаголов. пока вы делаете, я, наверное, чуть-чуть забегу вперёд, но расскажу, что чаще всего получается. Что единицы людей, у которых ассоциация с деньгами, приходят глаголы. из практики групповой работы с людьми из групп в 15-20 человек, 7 человек, когда 7 человек, ни один человек глагол не пишет, как правило, а в 15-20 два человека, оказывается, у которых 2-3 глагола будет, это максимум. В основном это будут приглагательные, но чаще всего это будут существительные. и мы рекомендуем вам составить список глаголов, с которыми вы могли бы ассоциировать и употреблять со словом деньги, потому что деньги — это движение. Деньги сами по себе ничего не играют. Играет то, чем вы их наполняете, какими ожиданиями, какими страхами, волнениями. Деньги — это просто купюры, деньги — это просто карточки и монеты. И больше ничего. Всё остальное, чем вы их наполняете, той властью, тем страхом, это то, что находится у вас внутри. И важно с этим как раз-таки разбираться, решать. Деньги — это лишь движение, движение в жизни и это возможности реализовывать ваше желание, ваш потенциал. Даже добавлю, что очень часто что происходит, люди деньгами стараются заменять свои цели, задачи, то есть они вместо цели ставят деньги, заработать такую-то сумму, как они говорят, слово, потратить её на такие-то вещи. Вот это наверное один из самых неконструктивных подходов в обращении вот с этой энергией, потому что всегда, когда есть цель, когда есть желание, когда есть определённые намерения, когда действительно это искренне, когда прежде всего вся твоя энергия уходит именно на какие-то вещи, которые ты себе представляешь, воображаешь, всегда под это появляются деньги именно в той сумме, в которой они необходимы для реализации именно той или иной задачи. Да, и в этом хотела дополнить, что мужчины и женщины различаются. Для мужчин экологично ставить цели, в том числе финансовые, можно ставить срок реализации, сумму конкретную. Для женщины как раз-таки это не экологично и это то, что будет не помогать ей приходить к этому. Для женщины очень важно именно формулировать цели и желания в том, что она хочет к чему прийти, как жить, что получать, какой быть, а не сумму, которую она хочет достигнуть. Ну, вот, наверное, это какие-то основные на данный момент моменты, которые мы хотели осветить и уже более подробнее о чём-то рассказывать в зависимости от тех вопросов, которые у вас появились. Поэтому Алексей готов услышать. Ах, вот так вот, да? Всё, типа вы уже закончили, давайте теперь говорить, да? Ясно, ясно. Ну, что ж, хорошо, давайте сделаем музыкальную паузу небольшую. Это будет у нас разделительная черта между вашим пламенным выступлением и началом опроса наших радиослушателей, то есть после этого мы начнём общаться. Ну, вот я думал, что поставить такое. Хотелось бы, чтобы мужчины и женщины здесь были, что-то приятное. Наверное, Висборо песню пославлю «Солнышко лесное». Народное славянское радио для пытливых умов Продолжение слушайте в следующей части. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова